Доброе утро. О, солнышко, только-только началось, на самом деле восход был уже час назад, из-за того, что горы, я ждал пока вот этот холмик, солнце обогнёт, вот по такому красивому пейзажу, я вчера ночь уехал, ничего уже не видел. Так, дорога, давайте посмотрим, как холодно, солнце, давай быстрее нагревайся, вот это моя дорога, как я по ней ехал, я не понимаю, спалось ужасно, нормально, но кривое, очень кривое, получается каждый кустик, это холмик и вот оно всё такое мне давило, а что самое интересное, у меня здесь интернет ловит, не хорошо, но он там 5 минут ловит, полчаса не ловит, 5 минут ловит, полчаса не ловит, откуда, я ни одной вышки не вижу. Я знаю, что надо всегда с собой возить еду, даже если ты катаешься в кафешках, всё равно должен быть какой-то запас, ну что-то простое, слава богу, у меня была консерва, я её съел, вот баночка осталась, это был мой ужин и буквально неделю уже последнюю, я сам себе напоминаю, Руслан, возьми каких-то шоколадок, конфеток, печень, кинь себе в сумку, пусть будут на обеденный перерыв, ещё когда-нибудь, а просто пауза и были, были, арахис был в глазури вкусный, я его съел и теперь так жалею, что у меня больше ничего нет. Уже 11 градусов нагрелась температура, вчера я проехал 61 километр, это нормально наверное, за 7 часов я их ехал, со средней скоростью 8,7 километров в час. Карта рисует налево, налево так налево. Так, и что нас здесь ждёт? Ух ты, смогу ли я это, смогу ли я это проехать? Так, ну вода ничего не тёплая, хоть вкусная, да, ржавчиной. Люди вот сделали канал себе, для орошения чего-то, я правда здесь ещё не видел никаких полей и после этой маленькой речушки у меня началась дорога, да-да, это уже дорога, по сравнению с тем, что было. Вообще вон болото, впереди не лучше. Начало дня похоже на борьбу, вот что-то борюсь я с этими дорожными обстоятельствами всякими, давай-давай. Зато красиво. Вот это смыло дорогу, ещё чуть-чуть и здесь дороги тоже не будет, вовремя успеваю проезжать. Да уж, и ты можешь сидеть, думать, не думать, ныть, не ныть, всё равно идти придётся и что интересно, что назад ещё даже хуже, а тут вполне возможно, нет я погорячился на начале без сумок, но я же потенки обул. Сейчас понимаю, ещё один человек был бы кстати, мы бы как-то перерезли, я бы уже все вещи, стой-стой-стой, сумки тоже сейчас так же буду бросать, там вроде бы нечего разбиваться. Прости. Велосипеды тоже так не переброшу, но уже иначе это дело, уже всё, я тоже молодец, задумался. Не, ну однозначно возвращаться обратно не буду, это вообще очень много, а тут ну как-то я перелезу, снизу обойду, но всё равно, что тогда сделаем. Так, ну что, спустился в яму, тут в принципе по ней лазить можно, но пока я делаю так, ещё одна сумка осталась и велосипед. Это очень непростая задача, но теперь я здесь с велосипедом, все вещи там, я конечно же немножко грязный, вот, внизу шумит река, поэтому я там помоюсь и воды побью, уже пить сильно хочу. Остался последний велосипед и я, форсируем сейчас этот ров и дело сделано и всё, эти короткие пути, это просто нечто. Я за сегодня 9 километров проехал, за сколько времени, за 4 часа 9 километров, класс, вот такая у меня сегодня скорость передвижения, ладно, погнали. Я не знаю, как его закинуть, а, я же там хотел, вначале попробую закинуть, если получится, просто супер. Вот сейчас точно говорю, хватит мне этих рвов, всё, хватит, хочу просто нормально уже ехать и кстати, я ещё не завтракал сегодня. Догадались, да? И ещё один, ну хотя бы мелкий, я надеюсь, они уже заканчиваются. Ура, река. Наконец-то. Ну всё, дорога закончилась, ничего страшного, зато я нашёл кусты морой, это типа наши ежевики. Наша ежевика, конечно, вкуснее, она жёсткая, не сильно сладкая, в угло. Ну, хороший у меня завтрак. Главное, чтобы никакой медведь не пришёл, он сказал, что это его куст, людей здесь нету, а это дикие кусты, а медведь может. Ничего. Вымазался, ну ничего, вон уже река, сейчас там и помоемся. Ну всё, позади оставил эти грозные-грозные подъёмы, с тех пор я спустился, здесь похоже, уже один спуск начался, ну сейчас посмотрим, и вид прям друг-другой подобрее. О, озеро вижу, я кстати туда к нему еду, а потом за ним где-то уже и городишко будет маленький, посёлок даже. Я ещё не ел, класс, мне это нравится, а время у нас три с половиной тысячи метров над уровнем моря, два часа дня, нормально. Так я проехал за 6 часов 12 километров, вот такая вот у меня супер скорость сегодня, весь пошкрябанный, грязный, но счастливый, потому что вижу уже где-то там, вот вышку где-то видел только что, потерял её из виду. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Я да, начал уже идти, просто иду, воды у меня нету и гора какая-то сухая, нету никаких родничков. Вон напротив тот серпантин, с которого я слетел, вот уже сколько я поднялся, ещё подниматься и подниматься, часа два-три, да, уже стемнеет, но если я найду воду, то вот и тут часто встречаются такие пятки, то вот так вот и поставлю палатку, у меня конечно, хотелось сегодня дойти до города или в гостиницу, или хотя бы посидеть где-то в кафе, полтора часа, даже два, пока зарядится вся техника, ну посмотрим, думаю, что конечно нет, ладно, меньше ля-ля, надо идти, в это трудно проверить, но я сделал серпантин, вот он противоположный, у меня осталась дорога просто вдоль по горе, вдоль неё, ну с небольшим подъёмом, 5 километров, даже меньше, 4,5 до какого-то там посёлка, не знаю, что там будет, может просто пару домиков и мне достаточно, воды так и не нашёл, нету, машина какая-то вниз вон спускается, возможно она сюда будет ехать, возможно, там просто есть развилка, но сколько я поднимаюсь, никого. Ну да, вот такая вот дорога, без заборчиков, без ничего, укрепляем смелость.